Всем привет, с вами Олеся, надеюсь у вас все в порядке. В этом видео я хочу по-быстрому посмотреть на график биткоина, особенно после того, как мы недавно пробились выше этой трендовой линии канала. Вы видите, это сами на графике, так что очевидно это прекрасное пробитие над трендовой линией. А также в этом видео я хочу поговорить конкретно об этом графике, индекса страха и жадности и что он нам говорит о биткоине. А также хочу поговорить с вами о биткоин сезональности, о графике сезональности, а также конкретно об этих данных, которые вы видите на этом графике, что они могут нам говорить о биткоине на месяц вперед и особенно о марте месяце. Так что конкретно я хочу поговорить о сезональности месяца марта. По мере приближения к концу февраля присоединяйтесь. Ребятки с возвращением. И в самом начале этого видео, я считаю, что важно отметить то, что в контексте более крупной картины мы немного график биткоина отдалим. И заметьте, что биткоин, по крайней мере, все еще справляется с продолжением роста в 61,8% от своего предыдущего падения. Вот предыдущее падение с вершины 2021 до самого низа 2022. Так что, если мы сделаем с вами вот это падение, вот этот низ, а мы с вами делаем золотое сечение в 61,8%, и вы видите, что мы над этим продолжением. Чуть-чуть над этим уровнем. Кстати, это уровень, который я ожидал для биткоина, и в прошлом 2023 году я ожидал, что биткоин в какой-то момент достигнет этого уровня сопротивления рядом с 50к или 48,5к. Теперь, вы видите, что биткоин справился с тем, чтобы... Как вы видите, здесь этот замечательный канал, на этом лагерь в медическом графике биткоина, который мы теперь поломали, пробившись выше верхней части данного канала, сломав эту трендовую линию. И, кстати, это называется обычно переброс. В техническом анализе данный термин называется перебросом, когда цена пробивается выше верхней части канала этой трендовой линии. И интересно то, что биткоин смог добиться до моей первой цели. Моя первая цель в 53 тысячи долларов была достигнута прям вот буквально недавно. Вот, посмотрите, я ждал, когда мы достигнем данного уровня, в 53 тысячи. Таким образом, мои дорогие ребята, как только биткоин отскочил от уровня поддержки в 100-дневной EMA, зарядив это импульсной ралли, и, между прочим, мы это сделали так же и в пересечении MACD. Возможно, вы помните мое видео, которое я записал в конце января, я тогда упомянул, что ниже нуля образовалось пересечение у MACD. Я тогда еще сказал, что нам нужно подрастать три дня для того, чтобы получить подтверждение, что это не ложный сигнал. И как вы, ребят, сами видите, это не было ложным сигналом. Мы остались над поддержкой в 40 тысяч, и мы ушли в замечательное ралли, прям как я и ожидал, потому что в этом изначальном движении и в этом изначальном отскоке находился импульсный пятиволновый отскок, увеличивший вероятность того, что мы оказались в дне вот здесь, и при помощи MACD увеличились шансы дальнейшего движения к нашей следующей цели в 53 тысячи, которую мы достигли совсем недавно. И, кстати, позволю заметить, когда я использую термин «дно», я вовсе не обязательно означаю, что биткоин достиг дна навсегда, то есть надолго. Нет, есть вероятность, что в какой-то момент в этом году, может быть, к концу года или в следующем году, биткоин может вернуться обратно и перетестировать это дно. Поэтому, когда я использую такие слова, как «дно» или «вершина», я не обязательно имею в виду, что это навсегда или надолго. Мы всегда используем данные слова в контексте того, что есть определенный период времени. Но что еще интересно, когда биткоин достиг этого уровня в 53 тысячи, биткоин смог взять и завернуться от этого первого уровня. Кстати, заметьте, что MACD похоже, что практически готов снова показать пересечение. То есть у нас есть бычье пересечение под нулем. Вот оно, которое произошло в конце января. А сейчас похоже на то, что MACD может потенциально сделать пересечение в негативном направлении. Посмотрим. Кстати, это интересная ситуация. Кстати, позвольте мне еще обратить вот на что внимание. Некоторые говорят, что биткоин не достиг стадии эйфории. И мне кажется это очень странным. Например, когда я публиковал мое недавнее видео по фондовым рынкам, где мы достигли сумасшедших уровней жадности. Некоторые люди мне сказали, «Хм, странно, это не происходит по биткоину». Это вообще не так. Но вы видите, что в соответствии с данными сайта Alternative.by, я сделал скриншот позавчера. Даже с учетом того, что мы достигли таких уровней жадности. А на прошлой неделе мы были в экстремальной жадности. Так что я думаю, на мой взгляд, достигли разумного уровня эйфории. Уровня экстремальной жадности, как вы видите сами на этом графике. Кстати, если мы посмотрим эти данные, представленные Джейсон Геппардом из Sentiment Trader, то увидим, что здесь также есть индекс страха и жадности по крипто. И здесь мы с вами видим, что на этом графике показывается то же самое. Биткоин недавно достиг уровня жадности, которого не было давно. Мы практически на уровне 80. Прям буквально рядом с уровнем 80 индекса страха и жадности. Высокий уровень жадности. И как вы видите, последний раз, когда мы достигли такого уровня, было действительно в конце 2021-го. Как вы сами видите, биткоин в тот момент формировал этот как бы паттерн вершины. Прямо здесь. Так что вы сами видите, что в этом месяце мы достигли уровня жадности в настроениях, который мы не виделись с 2021-го года. И я полагаю, что-то случилось осенью 2021-го, после чего откатились ниже. И кстати, между прочим, я не пытаюсь сказать на основании этого графика, просто из-за того, что мы достигли высокого уровня жадности, что биткоин грохнется прям как вот здесь. Ясно? Это вообще не то, что я говорю. Но я говорю то, что данные по настроению показывают высокий уровень жадности и оптимизма, чрезвычайной набыченности, так что вероятно, что откат мы увидим. Или может быть временную слабость на графике. И вот почему мы переходим вот на этот график, где изображена сезональность. Сезональность биткоина. Но позвольте мне вот что сказать. Сезональность — лишь один фактор, на который мы смотрим в нашем анализе. Это не единственный фактор, на который стоит смотреть. Ясно? Но это важный фактор. Потому что он дает подсказки о том, что может произойти с биткоином, и определенность ценой в различные месяцы и периоды года. Так что даже с учетом того, что это важный фактор, это не единственная вещь, на которую мы опираемся в нашем анализе. Мы должны комбинировать это с техническим анализом, с графиками. И этот график сезональности подсказывает нам о том, что происходило с ценой биткоина в прошлом. И мы здесь с вами видим, что отслеживаются на графике несколько месяцев. И, кстати, черная линия показывает нам, где мы находимся прямо сейчас. Так что похоже на то, что черная линия — это текущий год. Ага. А эти разноцветные линии — это предыдущие годы. Так, ясно, понятно. Так что мне нужно на самом деле определить, каков общий тренд в марте месяце. Или конкретно в направлении конца февраля и в переходе в март. Вот. Так что я ищу этот временной период. Как вы видите, вот это февраль. А вот он и март. Так. Я хочу понять, что обычно происходит ближе к концу февраля и начало марта. Вот как бы в это временное окошко. И мы с вами видим, что обычно тренд за последние несколько лет был вниз. Слабоват. Другими словами, по мере движения к концу февраля и началу марта. Похоже, что в цене будет период слабости. Да, и, конечно, ни при каких раскладах это не гарантия, что произойдет это и в этот раз. Но это фактор, на который нужно смотреть. Так что общий тренд по направлению к концу февраля и началу марта негативный. И на самом деле, вот этот график показывает это даже лучше. Он любезно предоставлен в gt.com. И опять же, мы на нем видим, что за последние пять лет... Так, для начала я отслежу последние пять лет и начну с 2020 года. И вы видите, что среднее... В среднем, этот график мне показывает большого падения в марте. Вот февраль, вот март. Небольшое падение. Так что вот, что я сделал. Я откачусь еще на более предыдущие пять лет. Давайте-ка вернемся. Ага, вот, готово. Я сейчас посмотрю на период времени от 18-го до 2022-го. И вы видите, что с февраля по март паттерн сезонности показывает падение цены. Как вы видите здесь, с 80-ти до 60-ти. Так что, похоже, есть период слабости, о чем нам говорят в этом периоде усредненные значения, с февраля по март. И, кстати, между прочим, давайте я вам покажу еще кое-что. Давайте-ка пойдем еще дальше. Так, ага. Мы видим еще более ярко выраженное падение с февраля по март. И факт. Давайте ковернемся. Ага, да. Так, это период времени с 2016-го по 2020-й. И мы видим здесь гораздо более ярко выраженное падение за этом периоде. Так что, статистически, предыдущие результаты биткоина за этот период времени, с февраля по март, показывают значительное падение. Смотрите, большое падение за этот период. И раз такое дело, давайте откатимся еще немного на более ранний период времени. Ага, вот, готово. Это с 2014 по 2018-й, где мы видим еще большее падение в этом промежутке, в этом периоде времени. Так что это сезонное окно показывает нам... Ага, да, большое падение. Прямиком в минуса в этот период времени. Так что, в целом, из этого графика мы наблюдаем общий сезонный паттерн слабости с февраля по март. Да, конечно, это не значит, что этот паттерн слабости должен повторяться в этом году. Ясно, ребят? Этот год может быть другим. Но, опять же, один из факторов, который мы видим в сезональности, и вот почему это важно, потому что подсказывает нам некоторые подсказки. Это еще одна стрела в вашем луке, можно так сказать, которая помогает вам анализировать графики. Так что я думаю, что в сухом остатке и хочу сделать завершение этого видео, просто сказав вот что. Мы видим, что биткоин справился с этим восходящим трендом, как вы видите в данном канале. Как я говорил ранее, это называется переброс. И обычно перебросы, особенно когда мы достигаем сопротивления и когда мы достигаем сезонных паттернов и высоких уровней жадности, очень часто все может стать нестабильным и обычно уходящим в спад. Нужно подождать и посмотреть, получится ли у биткоина добиться успеха. Так что сейчас стоит большой вопрос в том, сможет ли биткоин удержаться над этой трендовой линией поддержки, этой верхней линией поддержки. Потому что если не сможет, если не получится удержаться выше этой трендовой линии, если переброс подтвердится, это может повлечь некую слабость. И кстати, некоторые меня спрашивают, слушай, а что там по фондовым рынкам? Потому что совсем недавно мы с вами обсуждали фондовые рынки. И то, как мы с вами можем увидеть откат в фондовых рынках в последующие несколько недель. И меня некоторые спрашивают, слушай, может ли слабость фондовых рынков перейти в слабость биткоина? Я считаю, что это довольно вероятно. Потому что часто биткоин и фондовые рынки двигаются в тандеме, в корреляции. Так что да, увидим ли мы некоторую слабость в фондовых рынках в последующие несколько недель, что я считаю довольно вероятно по мере движения к месяцу марта. Ведь как мы видели на сезонных паттернах за предыдущие годы, на этом графике и вот на этом важном графике, наблюдая за паттернами слабости с февраля по март, а также с учетом индекса страха и жадности, который мы видели вот здесь, я считаю, что шансы растут увидеть краткосрочную временную слабость по мере движения к марту. Так, но я не говорю, что мы ее увидим прям вот немедленно. Мы должны подождать и убедиться, что биткоин сможет удержаться на этой трендовой линии поддержки или не сможет. И на момент подготовки этого видео он буквально ее обнимает, эту трендовую линию поддержки. Очень мило. Но на момент подготовки этого видео я наблюдаю то, что быки оставляют за собой контроль, и потенциально мы можем пробиться выше в направлении к следующей цели. Но если подвести итоги, то в сухом остатке ключевым вопросом, который мы должны задать себе, является, сможет ли биткоин удержаться на этой линии поддержки, этой трендовой линии поддержки и психологическом уровне 50К. Мое внутреннее чувство и мое личное мнение в том, что к концу февраля-началу марта мы вероятно увидим этот сезонный паттерн слабости, который отыграет. Так что слабость или падающий откат, я думаю, некий откат довольно-таки вероятен и даже очень вероятен. Помимо движения к началу марта, ну то есть период с конца февраля и началу марта. То есть вот что я ожидаю. Откат к среднему или ключевому уровню поддержки по мере движения к началу марта. Это не должно произойти прям немедленно, а может произойти в последующие несколько недель. В общем, дорогие зрители, большое спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и напишите ваш бесценный комментарий, который мы прочитаем. Точнее, ребята из CryptoCommons обязательно на них отреагируют. Аудитории подписчики CryptoCommons, вы самые лучшие. Обожаю вас. До встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok